Каждый год на протяжении уже 24 лет районный дворец культуры созвездия встречает гостей офицерского бала. Мужчины в парадной форме, их спутницы в вечерних нарядах. В воздухе царит атмосфера праздника. Это у нас 24-й офицерский бал. Мы были основателем с Валерием Васильевичем Гавриловым, с командирами, которые в то время служили. И вот сейчас он продолжается. А это сполочение идет в войск коллективов. Это настоящий праздник. Чувствуется атмосфера дружелюбия, хорошего настроения и предновогодняя. По правилам проведения бала первым в зал пригласили учредителя офицерского бала, главу Дмитровского района, полковника запаса Валерия Гаврилова с супругой Еленой. После них торжественно вошел заместитель начальника Национального центра управления обороны Российской Федерации, контр-адмирал Виктор Колганов с супругой. Далее пригласили подняться и всех остальных гостей праздничного офицерского бала. Бокал шампанского и традиционный танец – полонез. Его исполнили ученики Каменской школы. Официальная часть праздника продолжилась в зале районного дворца культуры. И по традиции праздник начали с внесения в зал флага Российской Федерации и гимна. В атмосферу тех времен, когда балы были более частными явлениями, где гости знакомились, общались, обсуждали последние новости, гостей дворца культуры погрузили участники театрализованной постановки. Безусловно, слово предоставили учредителю бала, главе Дмитровского района Валерию Гаврилову. Офицер есть, был и будет, конечно, воинской добростью, мужеством, отвагой и, конечно, главным защитником нашего Отечества, нашей великой Родины России. И сегодня я благодарен вот такому офицерскому братству, которое находится на территории Дмитровского района, которое достойно представлено нашими вооруженными силами. И в этот день я хочу особо обратиться к вашей второй половинке, потому что ваши супруги, ваши жены, я считаю, это олицетворение прежде всего вашего мужества. Со словами благодарности ко всему офицерскому составу и их семьям обратился и почетный гость праздника Виктор Колганов, заместитель начальника Национального центра управления обороной Российской Федерации. Хочу сказать огромное спасибо тем, кто сейчас готовится поехать на юг для того, чтобы поддержать сирийский народ в его справедливой борьбе. Мы все, те, кто были и те, кто не были, готовы отдать свою жизнь за свободу, потому что это война. Это война с теми, кто может прийти на нашу землю и устроить здесь то же самое, что происходит там. Спасибо большое еще раз. Спасибо за вашу работу. Она всегда вина. По еще одной традиции бал не обходится без церемонии награждения. И вначале наградили начальника отдела регламента и ремонта войсковой части 11-291 капитана Владимира Трудникова, офицера по обеспечению безопасности информации пункта управления узлом автоматизированной системы управления войсковой части 25-801-16, старшего лейтенанта Николая Ефремова и других. Завершили церемонию награждения присвоением почетного звания лучший командир 2016 года. И им стал полковник Юрий Дашкин, командир 210-го зенитно-ракетного полка.